И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой Его. Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры. Вот наступила 26-я седмица после Святой Троицы. Сегодня понедельник, 23 ноября. На этой седмице, в конце седмицы, начинается Рождественский пост. Всегда в кануне поста мы отмечаем память святого апостола Филиппа. На этой седмице много еще других святых, но я хотел с вами остановиться на жизнь и деятельности ученика нашего Господа Иисуса Христа, апостола Филиппа. Апостол Филипп родился в еврейской благочестивой семье, в Евсаиде Галилейской. И он с детства стремился к мудрости, к учению. И он был один из самых ученых людей, который был близок к нашему Господу Иисусу Христу. Поскольку он искал с детства Бога и изучал вопрос о приходе Мессии на землю, то он разместился как раз на берегу, жить на берегу Иордана, недалеко от той местности, где проповедовал Иоанн Креститель. И он часто ходил в пустыне и слушал Иоанна Крестителя. И он с такой усердием, с таким усилием ждал приход Мессии. Но Господь наш Иисус Христос, поскольку видел сердец людей, Он пришел в доме Филиппа и говорит ему, иди за мной. Филипп, когда услышал такие слова, что просто человек даже незнакомый, ему и говорит, иди за мной, он сразу подумал, что это и есть Мессия. И он последовал, ничего не спрашивая. И так он ходил за Христом, был среди его учеников до того времени, когда Христа распяли и когда он воскрес. И он всегда был в его близких учеников. И он укреплялся настолько в себе в вере. И после вознесения нашего Господа Иисуса Христа, после сошедения Святого Духа на апостолов, апостол Филипп стал проповедовать в своем городе очень много о Христе и стал многих крестить, стали многих иудею принимать христианство. Он решил тогда отправиться в Грецию. Филипп ходил много по Греции, много среди язычников, многих крестил. Потом удалился в других странах, был в Иране, в Туркмении, в Сирии. Он прошел почти всю Сирию. И там везде встречался с многими людьми, проповедовал распятого Христа. И все они принимали крещение и исцелялись от разных болезней. Однажды получилось так, что одна женщина, язычница, подошла к апостолу Филиппу и говорит, что у меня сын умер, он даже не понял, что она держит на руках ребенка, а он оказывается умерший. И тогда он возложил руку свою на него и попросил распятого Христа, чтобы он воскресил этого младенца. И младенец воскрес. И тогда и женщина просила его, чтобы ее крестили вместе с сыном. Так он крестил очень многих людей по всей земле, где он только ходил, потому что он очень много мест прошел, и очень многие принимали крещение, и вот становились христианами. Пост Филипп празднует всегда 27 ноября, а 28-й уже начинается рождественский пост. Этот пост рождественский иногда называют Филипповский пост. Это почему? Это потому, что начинается как раз со дня, и накануне празднуется память апостола Филиппа, а потом начинается пост. В этом году пост начнется не 28 ноября, как обычно, а 27-го. Этот пост называется рождественский, потому что христиане во главе с святыми апостолами пришли к выводу, что 6 тысяч лет по Библии прошло от сотворения мира до пришествия Мессии, и назначили 6 недель поста. Поэтому, дорогие мои, я хочу вас поздравить и с памятью апостола Филиппа с его днем, и с наступающим рождественским постом. Пусть пост будет для каждого из нас, принесет каждому из нас радость, мир, успокоение, и пусть он будет нам не в тягости, а пусть он нам будет во спасении нашей души. Так что сердечно поздравляю всех вас с наступающим рождественским постом, и пусть Божие благословение будет над вами всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое.